Всем привет! Меня зовут Роман Куприянов, и после некоторого отсутствия я наконец-то вернулся. Опять же, в среду у нас новый Overpaint. Сегодня мы будем разбирать 4 работы из моего открытого Discord сервера. Там мы рисуем еженедельные стадики, прокачиваемся, общаемся, делимся фотографиями из жизни, своих животных, еды, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, там есть определенная комната, в которую люди скидывают свои работы на Overpaint. Так что, если вы хотите в этом поучаствовать, пожалуйста, все ссылки будут в описании к этому видео. Окей, какие у нас будут сегодня работы? У нас будет вот эта вот иллюстрация, потом от этого же автора будет вот этот вот компцент, потому что это один человек. Я на вот эту вторую работу потрачу чуть меньше времени, но, тем не менее, ее постараюсь все равно разобрать. Будет вот этот концепт и вот этот концепт. В основном, я бы сказал, сегодня мы будем говорить о том, опять же, как вести работу в общем. У нас будет одна иллюстрация и два концепта. Я думаю, будет вполне интересно, так что, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чай. И мы начинаем. К этой работе есть описание. Большое спасибо за то, что вы прикрепляете описание. Это очень помогает. Это помогает мне понять, что вы хотели изобразить, о чем вы хотите услышать, чтобы я не догадывался. Иначе, ну, это просто может произойти так, что вы не услышите отзыва о том, о чем бы вы хотели услышать. Или, возможно, я не пойму вашу идею, потому что, ну, бывают такие моменты. Как, например, вот с этой работой, как мне кажется. Смотрите. Немного контекста порта. Основная идея в том, чтобы поместить вселенную Fallout в фэнтезийный средневековый сеттинг. Я представил, как мог бы выглядеть мир, если бы глобальный катаклизм произошел намного раньше, а не в каноничное ретро-футуризме. Как, например, девушка на иллюстрации, это выходец из убежища, здесь комбинезон трансформировался в доспех. Ну, а на вот этой работе на концепте редизайн кентавра из того же Fallout. Опять же, я не фанат Fallout, и поэтому я не знаю, кто такой кентавр. Мне будет вот немного сложно говорить насчет этой работы, поэтому вот я как раз на нее постараюсь меньше времени уделить. С этой же гораздо проще. Это иллюстрация. Здесь, ну, я, опять же, поверхностно как-то знаком. Я знаю, что есть убежище, что произошла, да, ядерная война, что есть синие комбинезоны и так далее. Я могу уже на эту тему поговорить. Итак, тут есть вот как раз довольно важная проблема, как мне кажется, в несоответствии идеи и содержанию, и посылу. Смотрите, что я имею в виду, да. Все-таки Fallout это мир после ядерной войны. Да, это токсичный мир, мутанты, радиация. Крайне опасный мир для любого, кто выходит на поверхность, да, это очень опасно. Здесь же вот эта иллюстрация, она слишком нежная, она слишком милая. У нас есть какой-то хороший, такой красивый, да, милый закат вот здесь. Милые вот такие вот облачки пушистые. У нас есть вот эти вот мухи, которые вроде бы, ну, какие-то мутирующие, мухи из-за радиации. Они все равно, ну, они так нарисованы, что вот они такие. Они не вызывают какого-то отторжения, да, какое-то чувство опасности. Потом здесь же есть, во-первых, вот какие-то неизвестные вещи. Я не понимаю, что это. Ну, есть НЛО тоже, опять же, почему оно здесь, к чему это. Это никак не работает с оригинальной идеей, показать постапокалиптичный мир просто в средневековье. И, опять же, можно вернуться тоже, да, к вот этой оригинальной идее. А почему произошел, собственно, постапокалипсис, если в Fallout это была ядерная война, то в средневековом сеттинге, ну, нет ядерного оружия. Тогда что произошло? Можно представить, что там были какие-то, да, извержения вулкана, и можно вот здесь какой-нибудь вулкан нарисовать. Вот он как там чадит, да, вот этот вот дым, черное такое темное небо, очень драматичное освещение. Но, опять же, просто нужно, да, подумать над тем, как бы объяснить вот это постапокалипсис средневековье. Но это, об этом мы чуть подольше, чуть дальше поговорим. Опять же, несоответствие посыла и того, что мы видим. Вот эта вот иллюстрация, она слишком, опять же, как я говорю, нежная, в том числе и за девушкой. Посмотрите, как она сидит, она откинулась очень легко, да, на спинку, вот так вот. Ну как, тут, видимо, какие-то, я не знаю, какие-то, какой-то амфитеатр или какое-то там, не знаю, место отдыха в каком-то лесу, возможно, там на опушке, не знаю, какой-то это парк, может, вот эта вот скамейка. И вот она так откинулась, у нее очень расслабленная поза, голова тоже вот как будто бы она прямо лежит, да, вот здесь вот на камне, она так, ну, задумчивое, задумчивое лицо, нет ничего, чтобы передавало вот эту гнетущую, тяжелую, опасную атмосферу. И поэтому, ну, очень сложно, да, сказать, что вообще вот этот мир, он пережил какой-то катаклизм. И единственное, что тут напоминает о Fallout, это буквально синий цвет ее доспехов. То есть, если в Fallout у нас были синий комбинезон, то вот здесь это просто, ну, трансформировался, да, в наспех, и просто вот этот синий цвет, и все. Ну, и на PitBoy вот здесь вот отсылка, видим какого-то огромного самоцвета, видим магического, да, в котором можно что-то видеть. Есть какие-то другие намеки, то есть вот здесь вот есть какой-то раджук, вот здесь вот какие-то радкрысы, но они в тени, они абсолютно незаметны. Первую очередь мы видим, что мы видим? Вот это и вот это. Да, и вот эти две вещи, они абсолютно никак не работают с изначальным сюжетом. А то, что мы потом уже видим, вот здесь вот каких-то существ, вот здесь вот мы видим там, да, ну, черепа. Окей, а что здесь могло быть? Ну, возможно, здесь просто война какая-то была, да, битва. Возможно, это холм, на котором... Ну, здесь вот просто есть вот такая статуя, да, с мечом. Она похожа на статую, которую условно можно поставить на могилу воинам. И, возможно, это просто, ну, такое, да, захоронение. Вот здесь была битва, и оставили там черепа, не стали захоронять. Ну, не знаю, там, времени не хватило. Либо просто некому это сделать. Возможно, он сейчас в состоянии войны, вот там, государство условное. Но опять же, это мелочь. Это не передает общий сюжет о том, что мир в огне, то, что мир разрушен, мир погибает буквально, да, что у нас вот какой-то постапокалипсис произошел. Ну, как я говорю, у нас должны быть какие-то... У нас должны быть простые. Да, все гениально и просто. Не нужно пытаться усложнить изображение. Нам не нужны вот эти вот НЛО. Они абсолютно непонятно, о чем говорят. Но, возможно, можно сказать, что да, там НЛО прилетели, вот они все разбомбили. Тогда нужно показать, как они стреляют. Нужно... Ну, то есть, если у них тут как минимум летает НЛО, непонятно, почему она в такой расслабленной позе. Она должна от них здесь, наверное, прятаться. То есть, если... Вот у нас есть на изображении какие-то вещи. Они должны быть связаны. То есть, не очень хорошо, например, если вот была идея показать, что НЛО там уничтожили мир, что вот здесь просто тарелка летает, а она просто сидит. Это две несвязанные вещи, потому что между ними нет взаимодействия. Она должна прятаться от тарелки, либо она должна просто на тарелку смотреть и там, идти в ее сторону, готовиться к нападению на саму тарелку, или, наоборот, готовиться к нападению тарелки на нее. Опять же, да, то есть, какое-то взаимодействие на работе между ними должно происходить. А сейчас она просто сидит и происходит тарелка. То есть, мы буквально вот так вот, если разделим это изображение, будет гораздо лучше, потому что вот эта часть существует как-то по-своему, и вот эта часть существует как-то по-своему. И вот именно в этом, да, проблема, что визуально между ними не показано взаимодействие, которое мог бы зритель считать. А их же, как проверить, насколько понятна ваша идея? Возьмите вашу идею и покажите человеку, который ее не знает. И скажите, а вот что ты здесь видишь? Если он не скажет то, что вы закладывали, значит, ваша идея не работает. Значит, ее нужно передать так, чтобы зритель любой, ну, практически, да, любой, который хоть там, фоллаут условный, да, знает, он должен был понять, а, а вот слушай, вот это похоже на мир, который прямо на фоллаут, но вот в средневековье, видимо, да, произошло тоже, что и в фоллауте, но в средневековье. И вот это очень важно, вот это очень нужно понять, потому что, опять же, бывает такое, что я вижу, что люди говорят, да, да, я понимаю, но у вас на самом деле делают все то же самое. Ну, что вот это прямо нужно вдолбить себе в голову, это нужно постоянно делать, постоянно проверять свою работу, на предмет вот этих ошибок, да, показывать другим людям, чтобы ваша идея, она визуально работала. Там мухи, например, вот эти, ну, а что они? У нас есть просто три мухи. Одна здесь прячется, и две еще вот здесь летают. Они не создают ощущение опасности. У нас же, опять же, нужна какая-то опасность, какая-то тревога. Этого нет. Они не похожи, как, ну, они не похожи на что-то враждебное, как и вот эти все вещи. А вот здесь, вроде бы, да, там зеленый, например, есть, похоже, как будто это токсин. Но это непонятно, да, токсин это или нет. Это скорее что-то вот просто цветастый. Ну, еще вот эти лучи такие, да, прям вот сквозь листву. То есть вот эти все вещи, опять же, про что я хочу сказать, что вот эти все вещи, они никак не связаны. Поэтому, мне кажется, нужно работу упростить. Нужно действительно вот подумать, чтобы, на углу случае, да, вот нужно спуститься до самого базиса, во-первых. Да, нужно представить. Не просто я беру Fallout и делаю его в Средневековье. Нужно подумать, а вот у нас есть Средневековье, почему могло случиться так, что мир погиб? И как я говорю здесь, ну, я бы не стал делать сюжет с инопланетянами. Это сложно. Это вот, опять же, это сложно в плане того, что это нужно показать. И сложно сделать так, чтобы зритель это понял. Ну, что нам придется сделать какие-то Средневековые моменты. Так еще, ну, нам же, сложность не в том, чтобы показать, что вот Средневековый мир уничтожили пришельца. Мы просто делаем там какие-то замки. Вот здесь вот летающая тарелка, которая в замок делает, стреляет. И, ну, девушка просто как-нибудь прячется, вот смотрит туда и там с мечом готовится. Нам же нужно передать имена ощущения Fallout'а. Поэтому я бы сделал так. Я бы... Мне вот нравится идея с вулканом. Вот я говорю, я сказал, что там вулканы, возможно, да, изверглись. Какой-нибудь вот огромное движение летосверных плит произошло. У нас было огромное количество землетрясений и вулканы изверглись. Вот это уже, на мой взгляд, неплохая идея, с чем можно работать. Я попробую сейчас. Без комментариев. Ну, мне так будет проще. Потому что тяжело по-нормальному попытаться что-то зауверить и при этом говорить постоянно. Я попробую это зауверить и покажу, что получилось. Но для начала я скажу, что нам, во-первых, нужно сделать. Нам нужно отказаться от вот этого квадратного... квадратной композиции. Она плохая. Ну, то есть, я бы не советовал вообще делать квадратную композицию. Для персонажки нам... хорошо работает, да, какая-нибудь... Вертикальная композиция, чтобы показать персонажа. Даже в иллюстрации, если бы она там условно сидела, мы бы могли как-нибудь ей руку показать, что он там держится, как-нибудь за меч, или он, возможно, там лежит. Она вот смотрела бы немного в другую сторону, но это бы работало. Это вот был бы акцент на персонажа. Для иллюстрации, где у нас есть сюжет, помимо персонажа, а именно... Ну, точнее, более сконцентрированный на энвароменте, на среде, где персонаж существует, а именно вот это наш кейс, как мне кажется, потому что у нас все-таки сюжет не на девушке, а на том, что это мир Фоллаута в Средневековье. Для этого нам нужно использовать горизонтальный вид. И когда вы используете квадрат, вы просто себе в ногу буквально стреляете, потому что он не будет работать, он не будет нормально показывать, не будет акцентирования. Опять же, ну, это будет сложно читаться. Я скажу так, это будет сложно считываться для зрителя. Вы огромное количество вещей просто упускаете, потому что персонаж на самом деле здесь не важен. Нам важно показать, что вот здесь происходит. И поэтому нам нужно буквально просто ну, если добавить гораздо больше с правой части, но при этом, так как у нас персонаж уходит, он должен быть где-то вот здесь, вот условно, вот в этом диапазоне, нам нужно добавить и слева. Вот примерно такая у нас должна быть композиция. И вот это уже значит, будет работать. Сейчас он не расширит. Вот. И вот она уже гораздо даже лучше становится. Потому что у нас начинает... Она была очень плоской, потому что у нас вот это... Ну да, у нас просто ну вот здесь стена. Буквально вот эта стена, которая наблокотилась. Нет пространства, нет ощущения вообще какой-то, какого-то воздушности, да. Нет ощущения того, что позади вот этого что-то есть. Это просто буквально такая стена гранитная, плотная, без каких-либо, без какого-либо разнообразия. И нам нужно показать, что вот у нас вдаль уходит, да, наша композиция. Опять же, у нас нужно опять же, да, возвращаться к базе. Чем она? о том, что мир, 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 мир разрушенный, а это значит, что нам environment нужен. Нужно больше показать именно мир, и нам не нужно акцентироваться вот на этом. Это для нас не важно. И поэтому нам нужно вот здесь вот как раз мы можем там показать какие-нибудь горы вот такие вот, вот здесь вот у нас будет там какой-нибудь возможно разрушенный замок средневековый, может где-нибудь стены вот здесь. Здесь там можно показать как раз. Было бы круто показать, как какой-нибудь вулкан вот этот город разрушил, да, вот у нас такие вот города как бы как будто вулкан как такой как он из-под земли вырос и вот он город вот так вот немного до разрушил посмотрим смогу ли это нарисовать потом вот отсюда на извергается у него как раз дым вот это нужно удалять то что она строго посередине это не очень хорошо у нас должна быть где-то вот сюда она должна уйти потому что но у нас условно до середина работа на где-то вот здесь и ничего посередине не должно происходить у нас должно либо чуть до левей быть либо чуть правее и так как я говорю что у нас должно быть больше пространства вот этого соответственно я подвину статую говорить сюда ли вообще и уберу тут уже мы посмотрим что я конкретно буду делать окей и позу опять же да имеют тут дело там не в дизайне и и доспехов не в том какой не амулет это все мелочи нам нужно именно общее какое-то отношение это поза на ее силуэт в первую очередь это большие формы потом у нас идут средней формы потом у нас идут малой формы я про это уже не раз говорил и поэтому нам в первую очередь нужно показать ее силуэт здесь мне кажется она там должна как-то ну он силой должен быть более горестный как будто бы вот мир он должен чувствоваться угнетающим и через нее он тоже должен чувствоваться угнетающим она как такой якорь как книга которая на проводит через себя сюжет вот этой иллюстрации и скорее всего она будет вот как не так вот сидеть сложив вот так вот руки как там условно дав dark souls и у нее будет такая бум драматичная поза вот как будто она прям устала ей тяжело они вот такая вот расслабленная окей посмотрим что я смогу сейчас с этим делать я может сделаю в табаш из разных там из всего что я смогу найти для того чтобы сэкономить время окей вот я из одной без одной генерации нас нарисовал работу опять же это не какой-то идеальный вариант но мне кажется он больше соответствует оригинальной задумки во всяком случае здесь можно увидеть какое-то вот соответствие сюжету у нас есть умирающий мир опять же можно это нужно дальше прорабатывать показывать более отчетливо там вулканы что они разрушили города возможно города нужно гораздо больше нарисовать вот здесь вот ну это опять же палатом генерации какая-то рандомная и обрисовал особенно ну не меня чего-то поэтому у нас вот здесь есть как некая вещь ну там видимо статушка которую торчит меч мне показалось это может быть интересным опять же то у нас средневековье поэтому когда мы такие вещи дублируем где-то повторяем это может интересно выглядеть но вот это уже производит ощущение какого-то до погибающего мира потому что у нас есть вот такие вот красные небеса красная страшная такая атмосфера неестественная это сразу ногами к намекает о том что ну что то не то происходит плюс вот у нее уже будет такая более сложная поза более уставшая более напряженная по сути то я и бубну в остальном я ничего не поменял и цвет такой мне кажется будет менее более интересный драматичный если вот у нас будет там условно какой-то закат но при этом опять же не такой нежный как он был никаких летающих тарелок такое небо с большим количеством блоков и это все будет давать хороший на мой взгляд свет вот здесь вот такой контровой это может быть это может клёво работать при этом под и как я говорил я убрал статуй чтобы у нас посиди ничего не было чтобы персонаж на фоне скалы выделялся то есть условно чтобы у нас скала шла где-то за персонажем и вот здесь часть персонажа она немного вылезала за силуэт общей скалы да и вот здесь у нас такой опять условно образовывался и за счет этого мы могли понять что у нас какой-то элемент перекрывать другой это хорошо дает ощущение пространства ну и остальном опять же да вот это вот краснота излишняя излишняя эта краснота но от этого уже можно куда-то дальше двигаться но взгляд вот это будет гораздо лучше работать на чем вот и чем вот такое чем вот это вот радостная атмосфера которая не работает и потом здесь уже можно допустим там добавлять как можно уже добавлять каких-то тараканов допустим ну то есть мух можно добавлять вот но только не вот таким вот количеством до большими вот такими штуками нарисовать там целую целый рой например ну да вот такими точками вот они там летят буквально их огромное количество вот так вот это может клёво выглядеть на что-то у нас вот такой вот огромный рой мух в небе витает это может быть из но потому что там до огромное количество жертв допустим постоянно люди умирают они гниют на улицах мухи этим питаются это опять же может создать хорошее ощущение после апокалипсиса не знаю насколько это будет работать именно с фоллаутом ну тут все-таки насколько опять же все зависит от того насколько хорошо проработан базис на вот эту основная идея почему это произошло что конкретно произошло и так далее вот опять же как я говорю от этого можно двигаться дальше хорошо хорошая работа просто да какая-то оригинальная идея она немного не бьется с задумкой ну точнее оригинальная идея не бьется с реализацией следующий персонаж как и говорил вот здесь вот я не уверен насчет того что такое кентавр из из фоллаута потому что я не играл в эти игры и начнем с того что здесь я честно говоря не вижу кентавра у нас очень сложный силуэт он очень сложный он переусложнен он хаотичный он на нем постоянно что-то происходит то есть у нас вот здесь вот какие то есть штуки которые вылазит и силой там вот здесь вот у нас нога потом нога потом нога 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 это все очень тяжело воспринимать у нас нет какой-то четкой понятной структуры нет четкого понятного ритма у нас начало одна рука потом другая рука потом вот еще одна рука потом в нога коня вот здесь вот какие-то очень сложно не проработанные по форме по анатомии конечности вот это тоже все очень грустно у нас неплохо работает вот эта часть потому что здесь понятно что у нас есть голова мы более-менее понимаем вот эту часть торса у нас понятно что вот это щит например да вот это вот копье боке и работает все остальное а вот эту часть на на слишком слишком но такая комкан и тут непонятно что к чему как это вообще работает есть еще какие-то домой взгляд вещи которые не работают от вот например им light вот такой вот как я говорил такие такой свет лучше не делать линии буквально это плохо вы свет должен освещивать освещать какую-то форму то есть он должен быть чуть больше он не должен быть прямо сейчас он как будто прямо за персонажем такой корни контурный это плохо это не показывает объем свет должен быть где-то чуть сбоку и вот он должен для показывать вот эти допустим объемы тогда он начнет как-то работать гораздо лучше потому что он не будет буквально лени а если рисовать в линии то он никогда не будет выиграть выигрыш на смотрятся нужно его вот так условно до сделать более ну то есть вот где ты здесь он может быть линии да это нормально не проблем не в том что он лениmaster в том что он везде ли не абсолютно одинаково ли не это плохо он не показывает объем Мы можем сделать его лучше, мы можем усилить это И мы можем показать, что где-то он освещает форму больше И за счет этого мы дадим им ощущение формы Форма начнет работать Вот здесь вот линия, вот это вот, например, частью освещает вот здесь А вот тут вот он, естественно, ему вот эта вот пика мешает освещать Вот здесь, сзади, здесь будет падающая тень Вот у нас получается хорошее ощущение пространства Это, во-первых, это вот такая основная проблема с освещением Потом тональность, да, она тоже очень такая мятая, непонятная Сейчас мы перейдем в нее Посмотрим, что вот она вся, да, одинаковая Если я уберу то, что я нарисовал, то, по сути, здесь все абсолютно одинаковое Оно все очень, ну, ничего не видно Вот если я отодвину, видно вот здесь вот какую-то поверхность Но это только за счет света Вот здесь вот видно вот эту вот часть Как вот, пера, оперение, шлема Но потом, да, вот здесь вот какие-то части видны Но, по сути, вот это все То есть вот здесь один тон Вот здесь второй тон, там, металла Ну, то есть, да, вот здесь какая-то шкура А вот здесь вот у нас щиты Они абсолютно одинаковые по тону Ноги тоже одинаковые по тону Вот это все, оно сливается Нам нужно как-то это все разделять Более понятно Но, опять же, здесь лучше не думать на этот, да Об этих моментах именно в конкретной работе Потому что нужно сконцентрироваться, в первую очередь, на рисунке Рисунок это вообще основа всего Поэтому нужно для начала научиться строить объемы Работать с рисунком Там, черно-белый, например, хотя бы работают В свет лучше пока что не лезть, на мой взгляд Ну, что опять же, там, с освещением проблем И вот здесь вот почему-то такая, да, чернота непонятная Вот здесь вот, вот в этой части И вот здесь вот чернота, она абсолютно одинаковая Хотя здесь-то у нас есть какое-то освещение И там хотя бы был Плутон А вот здесь как раз освещение никакого нет Там будет только рефлекс слабенький Непонятно, почему оно такое одинаковое То есть, вот такие вот моменты, они просто, ну, не решены И вот здесь вот там падающая тень, допустим, должна быть более темная Вот здесь вот она должна быть вот темная а вот здесь вот это из-за темнения быть не должно потому что на шлем как раз гораздо больше света освещает у нас вот такая разбивка должна быть то есть вот такие моменты они очень важны в этом как раз проблема в том что вот такого не хватает в работе поэтому я бы отказался от работы с цветом для начала и больше внимания уделял работе с лайном с тональностью, с дизайном с освещением возможно в чб сначала до line потом уже можно постепенно в чб переходить и уже потом можно работать с цветом, в самом конце его выводить, потому что он рушит здесь очень много всего что касательно дизайна то есть да я не буду вот опять же тональности, ну по ходу дела может я немного затрону, но не буду про нее много говорить тут опять же как я говорю, дам очень много всего например, а почему здесь может в оригинального кентавра так было вот в игре, я не знаю, но почему здесь вот эти вот животные что они здесь делают, для чего вот здесь вот нужна вот эта вот ящерица они не... и так у нас очень сложный дизайн и он не работает лучше вот от этих дополнительных животных, он только хуже работает нам нужно сначала правильно основу простроить и потом мы уже если это сделали, мы можем кого-то там добавлять и только если мы изначально хорошо простроили анатомию персонажа тональность, хорошо поработали с его общим шейпом с его силуэтом вот когда это все хорошо уже нарисовано тогда можно что-то добавлять потому что но это сложно это делает его еще более сложным и по сути это просто ну вносит дополнительные ошибки казалось бы да вот ну может он без них там выглядит не очень интересно поэтому захотелось их добавить но по сути он выглядит неинтересно не потому что там мало вещей а потому что те вещи которые есть они решены неправильно и не стоит просто плодить ошибки нужно вот решить сначала те вещи которые есть на работе поэтому от таких ну и плюс логическим я не понимаю для чего не здесь я просто их поэтому избавлюсь от них потом мне кажется странным что пика такая обломанная она либо должна быть обломана грубо здесь у него буквально такой обрез будет ибо она должна все-таки более-менее прямая что вот этот надлом он условно скажем так у каждого элемента есть свои какие-то смыслы которые мы вот считываем как я говорил периодически да говорю в оверпейнта что у нас огромный массивный персонаж значит он такой непоколебил он создает ощущение непоколебимости то чтобы невозможно сдвинуть создаете нарисуйте какой тощего высокого персонажа и наоборот он будет производить ощущение слабости сущи такого ощущения будут на него ветерок подует и ну он буквально улетит у нас в зависимости от того что мы видим создается определенное ощущение и вот такие же вещи они тоже какое-то ощущение создают если у нас надломленная пика то у нас создается ощущение что он слаб потому что он не сможет ударить такой пике нормально ну буквально вот она на кусочком вот здесь вот острием она чего-то да да тронется и вот здесь вот она переломается до конца ну и все он не сможет ударить поэтому такие вещи они не должны происходить случайно а здесь на взгляд именно это какой-то случайный момент непонятно для чего это если мы создаем какого-то опасного страшного страшное существо а он именно таким выглядит у что у него огромных личных конечностей то нужно избегать каких-то моментов которые это ощущение ломают возможно наоборот пика должна быть еще более там какая-то массивная чтобы ну пока что там сильный он там мутировал и для этого возможно там наоборот а пику еще больше нужно сделать хоть вот такую вот это может быть там лучше будет работать может нет конечно это уже в зависимости от того как вся перед как вся работа будет двигаться вот эти вот например тоже мне моменты непонятны какое-то оружие вроде торчит но для чего она она просто для красоты потому что не похоже что он будет как-то менять это оружие понять если бы у него была пустая рука и он как-то мог бы там выхватывать одно оружие и хотя бы просто им сражаться все время но мы подсознательно вы понимали что он теоретически может другое выхватить здесь же у него в оригинале все выглядит так как будто бы у него но рука буквально приросла к пике поэтому непонятно зачем это на мой взгляд не работает я бы отказался от каких какого-то дополнительного оружия ну вот от этого меча им бы тоже отказался но опять же она создает слишком много каких-то дополнительных силуэтов нам бы сейчас буду простить персонажа сделать его более понятным а вот такие вещи лучше не добавлять вот можно тут например поработать с вот этими вот перьями там тональность какую-то им придать на одну то есть у нас одно перо темное другие там светлые вот чтобы он выглядел чуть более там торжественно там опять же данного цвета я там делал вот так можно здесь какой там шип такой нарисовать который этого забрала отходит подумать вот дано собрал там над дизайном вот такие вещи гораздо более важны чем добавление каких-то дополнительных элементов сначала нам нужно опять же я говорю решить то что у нас есть а для этого чтобы научиться это решать просто нужно много практики нужно там делать стадики постоянно работать какой-то переусложненный работой но это тяжело окей вот это во первых во вторых я был вообще его как персонажа уменьшил ну вот эту часть кентаврскую ну что он как чипик выглядит потому что вот эта вот часть то что он не дну не создает ощущение опять же опасности его верхняя часть она слишком массивная для нижней части и что должно быть наоборот нижней части части условно животного коня если он кинут китов на наш условно она вот такой должна быть то есть у него нижняя часть она будет гораздо массивнее чем верхний у нас должен быть какой-то контраст более реалистичным условно окей вот у нас получается вот это уже выглядит даже гораздо более интересно на взгляд потому что у нас получается хоть какой-то да вот вытянутая часть здесь а вот здесь часть вот такая прямоугольная у нас уже получается какое-то разнообразие силуэтов от этих пятен опять же то что нам нужно мы чуть под упростили поработали с общим силуэтом тут у нас уже получается какое-то более понятное разнообразие между этими формами потому что опять же в начале этого не надо вот здесь вот просто он выглядит как какой-то условный треугольник но это нам не нужно вот как какой-то треугольник это не очень хорошо работает на мой взгляд не очень хорошо работает вот именно для него силуэтом плюс вот эту часть переднюю нужно подвигнуть сюда потому чтобы опять же у нас было примерно вот такой туловище потому что очень странно или что у него лапы как тот вперед до уходит опять же если подумать какая у них анатомия то на вот какая то невозможно на таких лапах бегать это буквально какой-то бульдог с огромными передними лапами которые он не сможет даже переставлять он просто будет сидеть он ничего не сможет сделать это выглядит ну неубедительно опять же нам нужна какая-то убедительность в работе чтобы это выглядело более достоверно чтобы в этом можно было поверить что это там движется да ну что мы опять же я говорю как зрители мы вот все эти моменты считываем и видим на глаз что она не выглядит так как может двигаться вот это выглядит так как может двигаться потому что мы считываем это по каким-то силуэтом по каким-то массам мы смотрим насколько это массивно насколько это не массивной даже если мы это как-то не понимаем то но как если мы не увидим это и не понимаешь ага вот это так мы все равно как-то подсознательно это можем считать и у нас создастся определенное впечатление я хочу добавить снизу пространство потому что ну вот эти вот ноги такие до согнутые они не будут опять же я говорю работать нам нужно какие-то более вытянутые ноги но здесь уже можно подумать возможно это может быть какая-то форма сфинкса допустим у него вы здесь будут какие-то человеческие такие руки да вот здесь он будут плечи вот здесь тоже будут плечи но вознесет будет бицепс опять же вот здесь нужно рисовать анатомию рисовать плечи думать как это все работает ну допустим вот тут надо бы еще добавить снизу я не хочу делать согнуты это выглядит не круто и как я говорю вот этот квадрат тоже не очень хорошо работает я бы еще и сверху добавил тут я смотрю сейчас опять же на композицию и я вижу что да как я говорил у меня есть вот этот условный прямоугольник его здесь вот такой прямоугольник более длинный вытянутый мне кажется можно его еще вытянуть будет более интересный контраст между этими формами поэтому я хочу вознесу на вот эту вот эти вот перья хочу их увеличить еще сделать более какими-то длинными вот такими вот так вот на мой взгляд это будет опять же более интересного ли здесь потом я говорю у хочется уже какие-то дополнительные потом вещи делать ну как я в процессе понимаю что что-то работать что-то там допустим не работает и сейчас я понимаю что хотел ведь да не очень много времени потратить на эту работу ну ладно как вышло так вышло хочется вот этот руку тоже как-то опустить сделать руку более длинный ну что она короткая она не выглядит как что-то что может атаковать и сделать вот этот копье еще более длинным возможно вот заднюю часть надо вот она немного где-то здесь выходит вот это будет прикольно смотреться нам щит на мой взгляд нужно тоже сделать более массивным он выглядит каким-то слишком маленьким для такого ну существо выглядит как что-то сильное как сильный монстр на условно поэтому мне кажется ищет на можем просто но больше сделать потому чтобы показать вот эту силу потому что если мы понимаем что вот обычный человек это держать не сможет а вот он это держит значит он не обычный человек такая простая логика но она хорошо работает на на создание каких-то визуальных образов на визуальных ощущений окей вот у нас получается так такая вот нота это будет у нас передние лапы сейчас как-то я более это упрощенно нарисуем допустим но не знаю может вот так опять же тут в идеале нужно конечно прям поискать но как говорю я хочу как-то побыстрее это сделать и вот у нас допустим одна рука потом вознесут у нас другая рука не очень интересный шлейф получился но это можно решить за счет того что я поработаю задней частью и вот тут как раз я не делаю прямым потому что но это будет не интересно у нас будет вот такой прямоугольник это будет не круто здесь как раз нужно сделать какой-то треугольник и задние ноги сделать более короткими и тогда вот этот вот его шейп он будет выглядеть более интересным тут нужно над руками просто вот некоторые вещи не работают а оставляйте их просто тогда не хочется то что это будет выглядеть как ошибка может быть руки сделать более такими массивными ножи мне вообще сейчас не нужен ну да да вот передние руки они должны быть гораздо более массивными потом вот здесь вот у нас грудная клетка по идее вот тут надо подумать над его передней частью что я пытаюсь сделать я пытаюсь найти общее общую общий силуэт потому что там есть у нас условно где-то до позвоночник и нужно показать как вот этот вот позвоночник он условно переходит персонажа как вот это вот верхняя часть до совмещается с нижней частью и эти два две массы они должны неплохо работать сейчас они работают не очень хорошо поэтому я пытаюсь их найти возможно опять же нужно щит кстати сделать еще побольше ну да да вот это будет гораздо лучше работать на мой взгляд сейчас я уже не уверен опять же как там происходит на работа я смотрю на то как это работает постоянно ну как в процессе да и пытаюсь понять чего не хватает что можно еще сделать вот мне кажется вот такой вот прямой вот эти вот прямые перья они тоже не очень хорошо работают возможно нужно сделать вот здесь у какие-то вот такие какой-то более такой динамичный силуэт возможно вот какие-нибудь перья по бокам могут круто работать вот мне нравится да потому что у нас огромный везде формы чего-то тоненького такого очень динамичного на мой взгляд не хватает в этой композиции вот такие вот формы будут работать гораздо более интересно сейчас я смотрю на это как просто на пятна ну да вот это на мой взгляд работает уже лучше ну то есть я смотрю да на это на как на силуэты и я не делаю тут какой-то не делал кого-то сильные там тональной проработки окей вот потом уже нужно подумать вот здесь вот если мы там делаем какие-то руки то есть они могут как-то допустим вот идти под живот персонажа он там допустим их держит как не дав замочки вот здесь вот у нас будут локти ну да вот здесь вот у нас опять же плечи вот у нас будет такое такой ритм из-за плечей здесь вот на животе вот тут допустим тоже пускай то есть тут тоже у нас плечо вот так она получается окей да получается вот такая форма вот это на мой взгляд может как-то интересно работать по идее ну конечно нужно посмотреть как вот здесь передняя часть работает там возможно где-то вот тут будут кинуть там куски железа да то есть у него же есть какая-то броня на персонажа но на человеке и она как-то должна логично переходить в вот эту вот массу туловище но здесь вот у нас уже будет какая-то там ну там допустим какие-то такие козлиные ноги может быть не просто не не лошадиные а именно какие-то вот козлиные такие вот это что они будут такими тонкими этом на мой взгляд может неплохо работать руки не супер рабочий дизайн но тем не менее в нем уже получилось что-то от чего можно дальше отталкиваться мне вот не нравится например руки мне в общем и целом нравится его силуэт он стал гораздо более динамичным но вот задние лапы мне допустим занятие конечностями на мой взгляд они неплохо могут работать вот руки именно не работают тут опять же игру просто нужно искать проблема в том что он такой вот на на одной на одной линии это не очень круто возможно нужно по уже подвинуть персонажа куда-то вот сюда и посмотреть как это работает либо может быть нужно как-то подумать на тем как от руки они уходят больше назад вот так вот то есть они не просто находится до на прямой из персонажа ну хотя бы вот здесь у нас чтобы что-то выходил то что я буквально сейчас это просто прямая опять же вот это как-то можно дальше развивать здесь уже можно куда-то двигаться это уже становится чуть более понятно потому что как я говорил вот здесь у нас просто house из всего у нас есть огромное количество каких-то рандомных вещей которые на мой взгляд друг другом не работают непонятно что вот это за вещи это похоже на какой-то мог то есть очень много чего то что в общем и целом как-то не складывается воедино задумка отличная задумка интересная просто реализация немного подкачала нужно вот поработать больше над практикой на практикой работы с силуэтом с формой и только потом уже самый последний момент добавляет цвет ну что ну это просто напросто тяжело окей большое спасибо автору за ваши работы теперь можно переходить к работе следующего вот у нас есть такой концепт сейчас я прочитаю что насчет него написано рисовалась на прошлогодние crpg после длительного не рисуя сейчас вернулась к работе но могла поправить только совсем незначительные вещи было бы очень круто посмотреть как можно сделать лучше дизайн задумывался довольно подвижный воин ближнего боя который бафа из себя магии крови а еще это как бы женщина но без бронеливчика этого никак не понять хороший комментарий ну что он многое объясняет на мой взгляд объясню самое первое опять же мы должны упростить мы должны понять о чем мы вообще говорим и здесь мы говорим о том о женщине а проблема в том что мы буквально видим мужчина из-за того что как я говорил у нас силуэт такой который намекает на то что это мужчина то что это какой-то очень сильный персонаж ну что у нас есть огромные как минимум наплечники которые ну просто невозможно поднять и из-за они буквально создает ощущение того что вот это это просто ну это мужской какой-то персонаж есть и другие какие-то моменты но в общем и целом здесь нет ничего то есть там не обязательно делать бренелифчик для того чтобы показать что перед нами женщина если бы мы сделали буквально вот здесь у бренелифчик блоки мы бы да это поняли но это был бы плохой дизайн так или иначе нам как дизайнерам приходится работать с какими-то стереотипами для того чтобы дать понять людям что они видят перед собой и мы не можем просто да нарисовать какого-то аморфного персонажа искать ну вот эта женщина и удивляется почему люди этого не понимают они не поймут потому что у них это в голове не работает и нам нужно оставить какие-то визуальные якоря если мы действительно хотим чтобы люди это поняли если мы просто конечно хотим вот выразить грубо говоря свою идею назвать ее идеи то это совсем другой разговор здесь как раз я говорю да вот есть элементы в дизайне которые совершенно не показывают они показывают скорее совершенно другое это касательно мы этого чуть попозже опять же коснемся потому что нужно начинать рисовать я хочу сначала немного поговорить потом у нас вот есть то есть это подвижный воин опять же ближнего боя опять же причем здесь вот эти вот огромные наплечники я не очень понимаю потому что они не работают на ощущение какой-то подвижности это больше похоже на какого-то условного стражи который стоит вот в городе и он что-то защищает на он не двигается ну что у него огромные наплечники да у него нет там допустим шлема но в окей но бывает в адапу это может быть какой-то условный да сержант в играх то часто так делают когда показывают что какой-то важный ключевой персонаж ну или там фильмах у него шлем они для то чтобы мы его просто определили среди всех остальных как бы в этом нет проблем а вот это не создает никакого там неправильного ощущения по сути это персонаж полностью закон влад и у него латы под вот этой вот юбкой латы на руке здесь нет лан потому что магия крови и вот такие вещи они не бьются просто с оригинальной задумкой потом насчет бафов магии крови она здесь как бы считывается но не очень хорошо вообще вот это довольно сложный момент и там бафать не бафать потому что но как это можно показать можно показать что просто применяет магию крови нельзя показать что он буквально себя бафать это уже будет будет иллюстрация потому что мы будем рисовать как вот у него там какой-нибудь такой шлейф до вокруг него идет не ну как это конечно можно сделать если это буквально будет там в игре в каком-то да в проекте и нам это нужно показать такое возможно но фактически такое редко происходит и поэтому нам просто нужно показать что он использует магию крови вот такие вещи они скорее останутся как-то за кадром окей и вот это вот эти вот основные моменты которые на мой взгляд вот здесь вот на то есть есть описание а есть то что я вижу и вот на мой взгляд вот эти вот моменты они не очень хорошо работают чтобы я тут сделал во первых опять вот здесь хорошо мы уже можем работать с тем на по каким-то вот пунктом по двум пунктам основным мы проверим тоновую работу мы проверим построение начнем мы с того чтобы отражать отразим персонажа здесь уже видно что на самом деле проблема не только в огромных наплечниках но и в том что плечи сами все широкие то есть по сути плечо она идет как-то вот здесь руки очень такие сильные массивные голова маленькая прежде вот эти ощущения они не создают впечатление того что это женщина на вот эти моменты есть еще проблема там с светом как ты мы я постараюсь это решать по мере продвижения окей что здесь можно сделать на самом деле я бы вообще удалил эти наплечники я не очень люблю излишнее фэнтезийные вещи которые ну просто не работу непонятно как они крепятся ни один нормальный человек не сможет носить такие наплечники он не сможет поднять такие ну просто руку с такими наплечниками это может прикольно смотреться если мы делаем хоть голема например и вот он полностью до закован там влад и вот какие-нибудь вот такие и окей мы сразу понимаем что это там магический какой-то голем он может как-то работает вот магические существа это окей но если перед нами просто персонаж просто человек это на мой взгляд работать не будет поэтому я бы просто от этого отказался и здесь я бы сделал я бы сделал окей у нас есть факт того что это должен быть подвижный воин ближнего боя чтобы я тут делал я бы как и говорил да я убрал бы вот эти вещи я бы сделал без наплечников наверное дизайн вообще окей сейчас я наверное опять же порисую да с без каких-то комментариев потому что мне так будет попроще сейчас я не очень хорошо представляю что здесь можно сделать ну мне будет проще рисовать и потом я уже прокомментирую то что у меня получится вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь конечно можно дальше там попытаться подвигать То есть нам не обязательно делать, как я говорю, бронелифчики Мы можем и вполне логичным дизайном объяснить, что это женщина То есть здесь вот сделать чуть более там широкую, допустим, более широкие бедра, возможно там более широкие ноги, может быть менее, чуть более узкие, допустим, руки И поиграв с этими моментами мы можем показать, что перед нами женщина Можно сделать и сильные накачанные руки, просто какой-то общий силуэт все равно должен нам намекать на то, что это женщина Ну и мы лицо должны показать, то есть мы должны какие-то визуальные намеки оставлять для того, чтобы показать, что вот перед нами определенный персонаж, если нам это нужно Ну, а я, собственно, смотрю на оригинальную заявку, на оригинальный текст Так вот, наплечники я убрал, мне показалось, что неплохо будет, если у нас будет просто кираса При этом я убрал одну вот из этих вот штук, вот с этой стороны, потому что это выглядело буквально как сосок Не нужна, опять же, ассоциация Здесь я добавил кольчугу, можно добавить его здесь кольчугу, просто для того, чтобы у нас были какие-то маленькие элементы ритмичные, чтобы они разбивали дизайн Потому что у нас много каких-то массивных вещей Я попытался там что-то сделать с вот этим вот шарфом, потому что мне не очень нравятся вот такие вот стоячие шарфы Их форма слишком фэнтезийная, непонятно, как они так стоят, почему они такую форму держат Ну, окей, раз он таким был, я решил как-то далеко не двигать его Просто сделал его более широким, потому что казалось, как будто бы он обернут вокруг головы Вокруг, с волосами имеется в виду Это, до мой взгляд, довольно странно, это не очень красиво выглядит Поэтому было бы клево, если бы он был более широким и голова, а там внутри могла бы двигаться На мой взгляд, это гораздо лучше работает Плюс я здесь убрал ткань, мне кажется, будет круто, если у нас вот здесь будет какая-то рубашка Ну, рукава, условные там туники, которые будут снизу И здесь вот эта рука будет открытая По идее, здесь можно показать какие-нибудь крутые шрамы От того, что она постоянно себя режет, чтобы вот добыть кровь И здесь вот у нее как раз сейчас какая-то магия происходит Вот ее там, то, что она на себя там вырезала, допустим, это все истекает кровью И при этом горит немного И вот здесь вот такая кровь идет, допустим, там капает Вот это, мне кажется, может неплохо работать на какую-то магию, да, кровь И вот здесь вот тоже кровь вот так вот идет Что-то она у нее буквально там и спор как-то вытекает Просто нужно это как-то сделать более наглядно Не то, что вот буквально у нас кусочек вот здесь И там что-то происходит А нужно вот прямо целую руку под это отвести, чтобы это работало Возможно там, кстати, вот здесь где-нибудь это можно также дополнительно показать Чтобы такие вещи, они повторялись Это будет круто работать Я там какой-то странный, да, крест почему-то нарисовал Но это может быть там какая-нибудь вот другая форма может быть более интересной Там, допустим, глаз у нее вот этот вот светится Можно, ну тут просто нужно, можно как-то куда-то дальше двигаться Это уже в зависимости там Если потратить на это на больше времени Вот, кстати, мне кажется, здесь можно вот эту тунику продолжить вот здесь Как дополнительный элемент Ткань на ткань буквально сделать Но из-за того, что она тонально чуть более светлая И такая зеленоватая Это может интересно выглядеть Ну, чуть более сложным сделает концепт Потом я поправил позу, потому что она заваливалась Это, на мой взгляд, было видно, когда вот я отражал И поправил плащ Потому что, ну там странная форма ткани просто-напросто, да Почему она такая? То есть непонятно, как она вообще работает, где у нее Ну, то есть плащ же это, по сути, да Это просто, ну, такой прямоугольник То есть вот здесь у нас плечи, а это низ Но так как у нас происходит, ну там, допустим, плащ у нас как-то развивается по ветру По ветру, да, он все равно вот эту прямоугольную форму основную должен как-то у себя сохранять А здесь этого не происходит То есть непонятно Она вот как-то вот здесь вот закручивается Поэтому она должна бы, по идее, как-то вот здесь выйти И вот эта часть, она должна хотя бы вот здесь идти И куда она потом дальше идет, непонятно Я, в общем, решил это подупростить Мне показалось, что это не очень наглядно показано И поэтому, ну, просто, да, я вот от этого отказался Сделал его чуть более простым Теперь вот это, на мой взгляд, чуть лучше похоже На плащ там осветлил какие-то моменты тональные Потому что, опять же, у нас была такая проблема Что тонально персонаж немного не работал Сейчас я это покажу Вот, у нас слишком много темных участков То есть вот здесь, окей, у нас все светло У нас это похоже на какой-то металл Но вот это все абсолютно одинаковая Абсолютно одинаковая тональность Вот это абсолютно одинаковая тональность Вот здесь вот у нас внутри То есть это уже за персонажем За его спиной плащ Внутренняя часть плаща Но она почему-то светлая Как вот этот цвет буквально Непонятно, почему она должна быть темная Это должна быть очень темная область Самая, наверное, темная из всех Вот эти вот две области За персонажем, но перед плащом Вот эта изнанка плаща Опять же, вот здесь вот он все одинаковый Да, у нас вот есть какой-то блик здесь, но стоит его убрать, ну и вот эта вот часть, это все становится абсолютно одинаково тонально, а это как раз нехорошо, потому что все-таки тонально наши элементы должны друг от друга отделяться. Да, казалось бы, у нас есть металл, и на нем должен быть какой-то один блик, но на самом деле нет. На металле цвета может быть гораздо больше, мы как раз как художники должны подумать, как показать этот элемент как металл. И мы должны выставить цвет так, чтобы он показывал, чтобы вот он ложился на этот предмет так, чтобы он показывал, иметь ввиду свет, что это металл. Поэтому нужно нарисовать именно, что здесь гораздо больше света вот на этих частях, и вот на этих тоже частях вот здесь вот металлических. И вот, ну сейчас я эти наплечники тоже закрашу, и вот тогда вот это уже будет выглядеть как что-то металлическое. То есть светом мы опять же, вот с этими, всеми этими моментами, тональностью, освещением, мы этим модулируем наши материалы. И поэтому опять же где-то можно подупростить, где-то можно немного солгать условно-визуально для того, чтобы сделать там тонально, да, немного извернуться, чтобы показать наши материалы чуть более понятными, чуть более читабельными. И вот здесь уже у нас похоже как раз, что вот здесь начинаются какие-то металлические части. Они тонально начинают выделяться. И в общем и целом, на мой взгляд, вот этот концепт начинает уже работать. Он не очень интересный получился, потому что здесь, ну он довольно простой, да, у нас там в оригинале были вот огромные наплечники, они такие фэнтезийные. А этот концепт у нас получается уже гораздо более приземленный. И на мой взгляд, как моя, так скажем, философия, мы должны делать дизайны правдоподобными. И фэнтези, вот эта фэнтезиатина, которую мы можем накрутить, она тоже должна быть условно какой-то правдоподобной. Например, мне очень нравится, вот что мне пришло первое на ум, мне очень нравится дизайн из магов из Вархаммера. По-моему, из Age of Sigmar, старых таких магов огня. У них вот такие вот волосы стоячие. Вот такая вот прическа. И это смотрится круто. Это, во-первых, очень хорошо работает с их оригинальной идеей, потому что это маги огня, у них такие очень агрессивные формы, агрессивный дизайн, очень грубый. И это вот как раз круто работает. И вот такие вещи, ну это же правдоподобно, то есть такие волосы вполне могут существовать. И вот такие вещи, на мой взгляд, как раз хорошо работают. То есть здесь просто нужно найти дизайн, который бы хорошо работал с персонажем. Возможно, просто сделать ей полностью голые руки и подумать вот над тем, как у неё вот эта магия работает. Может быть, у неё вены загораются, да, и у неё вот, ну или просто красными становятся, да, и вот они идут вот такими. Вот по всему персонажу, допустим. И вот немного там на лице, поэтому она там скрывает, да, половину вот этого нижнего лица. Возможно, и эта рука тоже у неё будет голая. И на ней там какие-нибудь дополнительные, ну там, допустим, вот перчатки только, ну не ладные, а просто там чёрные, допустим. И там могут быть какие-то интересные узоры, ну какая-нибудь там условно, да, вот магические вот такие вот. И вот в таких моментах как раз и нужно подумать, а как нам сделать более интересный дизайн. Либо там, допустим, какой-нибудь шлем клёвый, интересный. Подумать над тем, как у неё работают, ну то есть можно вот здесь вот какие-нибудь там куски ткани нарисовать, да, вот такие вот более фэнтезийные. И там, допустим, внизу вот здесь вот какие-нибудь амулетики. Ну, не какого-то телесного цвета, да. Всё-таки какой-то золото должно быть. Вот здесь вот какие-то амулетики, допустим, там будут. Вот здесь вот может какие-нибудь там золотая такая выживка, да, что-то вот такое. Ну, окей, я бы вернул. Всё-таки рукава, как-то без рукавов это совсем выглядит странно. Вот так. Или там, допустим, окей, ну можно, допустим, сделать какой-то более фэнтезийный наплечник. Этот, господи. Ну да, наплечник. Почему я сбился? Ну, просто не настолько огромным. Вот он как-то здесь идёт. Вот здесь вот будет перекидан... Переки... Перекидано вот такая вот... Такой ремешок. Возможно, над нём... Тут, ну, просто что бы ещё можно было бы... Я вот думаю, что бы ещё можно было сделать. Можно вот вместо вот этой штуки сделать... Более... Ну, вот здесь сделать как раз кольчугу. То есть вот это вот у нас будет кольчуга. Вот это, да, у нас всё амулетики условно такие. Ну, там какой-нибудь, да, в форме огня. То есть они будут вот какие-нибудь вот... Не знаю, почему огонь. По идее, это кровь же у нас. Я сбился немного. Ну, можно там форму крови, какой-нибудь капельки, да, такой сделать. Там чуть более, ну и сложный. Может быть, не вот это вот... Не такое оружие сделано. Оно слишком, опять же, да, реалистичное. Вот как раз в нём можно как-то подумать над его формой. Сделать его более каким-то интересным. Допустим, вот какая-нибудь вот такая форма. С которым ещё можно работать. Ну, вот здесь какие-нибудь шипы. Ну, его здесь может быть шип, которым она может тыкать. Ну, если эта форма, она ещё может работать. Это ещё можно физически держать. Но это уже не похоже на что-то слишком, да, реалистичное. Окей. И можно, допустим, там какие-нибудь узоры, да. То есть вот можно поработать там над узорами на её броне. Вот здесь вот там какой-нибудь, да, как материал друг на друга. Как они друг с другом взаимодействуют. То есть можно просто добавлять вот какие-то дополнительные, дополнительные элементы. И делать дизайн более сложным. Ну, вот на мой взгляд, оно вот так, да, неплохо всё-таки работает. Я бы, наверное, так и оставил. Окей. Ну, там, хотя вот мне не очень нравится голова. Я бы здесь вот добавил какую-нибудь там диадему. Вот такую металлическую. Ну, потому что не хватает там как будто бы дополнительного элемента. Она выглядит немного пустовато. Я бы вот какую-нибудь, ну, не слишком большую. Такую вот металлическую диадему я бы добавил. И раз уж у неё красный. Можно, вот, кстати, возможно, была бы интересная идея, если бы у неё вот здесь был такой венок с шипами, да. И как раз у неё бы шла кровь от него. И вот это, возможно, было бы интересно. То есть можно вот с такими вещами более правдоподобными какими-то поработать. Ну, просто сделать так, что, ну, подумать на тему, хорошо ли они вот сочетаются с оригинальным дизайном, да. Посмотреть, как они вместе работают. Что-то добавить, что-то наоборот убрать, если оно не работает. И так постепенно, постепенно ввести персонажа, да, ну, проработку. Потому что нет смысла просто делать какие-то нелогичные, сильные вещи. Ну, такие вот массивные, когда как наплечники. И надеяться, что оно начнёт работать, оно не начнёт работать. Дизайн должен быть более-менее правдоподобным. Вот, на мой взгляд, вот это уже более такой интересный, более сложный дизайн. Это то, опять же, с чем можно дальше работать. Можно, конечно, опять же и добавлять какие-то дополнительные методы. Но здесь вот ещё там дополнительные какие-то амулетики. Дальше и дальше его ввести. Но вот, в общем и целом, вот это, на мой взгляд, уже неплохая, неплохая точка, с которой можно начать. Хотя, опять же, я говорю, да, мы сильно переделали оригинальный дизайн. Он был более массивным. Возможно, кто-то скажет, что он был более интересным за счёт того, что вот у него были большие вот здесь вот такие формы фэнтезийные. Я же скажу, что это вещь, которая рушит нам общее впечатление о персонаже, его общий сюжет. А для нас это всё-таки очень важно, потому что, да, это может выглядеть интересно, но нет, это работать не будет. Никто это не поймёт. И вот сама автор, например, говорит, что её, ну что, девушка буквально девушкой не выглядит. Почему? Именно потому что в самой основе своей дизайн не работает. Для того, чтобы вот такие вещи работали, их нужно объяснять немного иначе, но уже мы этого касаться здесь не будем. Очень хороший был оригинальный дизайн, но так как у нас, опять же, я говорю, я просто пытаюсь, опять же, сказать, что не смотрите на то, что вот это там скучно, не скучно. Это можно всегда сделать более интересным, если потратить на это больше времени. Если вы думаете, что тот дизайн работает лучше, он не работает лучше, потому что он не работает с оригинальной идеей. Если у нас есть воин ближнего боя, при этом очень подвижный, то он и должен выглядеть как воин ближнего боя, который очень подвижный. Окей. Потому что бывает, да, иногда вот вопросы окажутся, вот там вот лучше работают. Я просто, опять же, ну поэтому я так, извините, если я пережил, да, какие-то вещи, которые вроде казалось бы уже сказал, но просто я пытаюсь вот донести свою мысль, почему я делаю именно так. Окей, отлично, изначально была работа, большое спасибо, просто вот, да, нужно именно в основе своей чуть-чуть какие-то вещи поменять. Ладно, все, переходим к следующей работе. И последнее. Здесь у нас будет... Так, рисую для фанатского дополнения по Ведьмаку. Тут была задача изобразить разбойника-наемника из нового региона с легкой щепоткой придури, как это водится в оригинальной игре. Разбойник из зертиры в трусах, выскакивающий из леса, поэтому, собственно, дядька и в панталонах. Хороший дизайн. Вот здесь вот как раз, мне кажется, все неплохо работает. И тут я оказываюсь в неудобном положении, потому что я не знаю, что сказать. Именно в том плане, что, ну, дизайн хороший. То есть, есть, конечно, какие-то ошибки в деталях, на мой взгляд, которые... Ну, вещи, которые... Не ошибки. Вещи, которые можно сделать лучше. Отличный дизайн. Здесь все хорошо построено в плане тональности. Сразу мы это проверим, чтобы у нас никакого сомнения в этом не было. Вот здесь вот как раз очень хорошо, очень понятно, можно отличить одни элементы от других. Мы видим, где лицо. Мы видим, где вот эта вот, да, вот эта вот... Не знаю, как это... Накидка на голову. И видим какие-то вот эти вот... Там точки, да, металлические. Мы видим вот какие-то узоры. Видим вот эти вот ремешки. Это все тонально, они тоже между друг другом отличаются. При этом они не слишком контрастны. Вот настоящий контраст между ремешком и металлом темным. В общем, да, у нас между всеми пятнами, между всеми элементами есть различия. Поэтому именно эти пятна мы можем считать. Нет контраста в пятнах. Есть контрасты между пятнами. Вот это принципиальное различие. И здесь очень хорошая тональная работа. Поэтому двинемся дальше. Посмотрим на персонажа. Насколько хорошо он построен. Вот я отразил. Да, здесь есть некоторые моменты. Сейчас я это выключу. И вот с таким положением, как мне кажется, в общем и целом, на фигуру я хорошо построена. Она хорошо работает. Но на мой взгляд, например, вот эта вот штука, она должна быть построена немного иначе. Потому что у нас вот здесь плечо. И можно представить его как шар. То есть у нас... Ладно, я попробую с другой стороны. У нас вот есть торс, который немного повернут. Допустим, да, вот так. Но при этом мы все равно видим плечо вот здесь. Вот у нас плечо. Вот здесь вот у нас средняя линия. Поэтому мы можем сразу представить, что у нас условно вот такая средняя линия, другая. И вот здесь у нас уходит уже рука. Я ее чуть больше подниму. Но она будет условно вот такой. Вот у нас получается какое-никакое построение. И тут уже можно, опять же, сразу... Я постоянно про это говорю. Я говорю, нужно всегда упрощать себя, чтобы что-то было наглядным. И вот здесь как раз видно, что вот у нас построение, оно идет такое. То есть вот эта накидка, она была бы вот такой в своем построении. То есть она бы... Здесь она просто как будто кончается куда-то. Вот все, ее конец. И сбоку это бы выглядело буквально вот так. То есть вот у него лицо. И она вот такая вот, остроконечная, как шляпа Наполеона. И это выглядит немного странно. У нее форма должна быть много другой все-таки. Вот такие вот есть моменты по построению. Но их, на мой взгляд, довольно мало. То есть если мы просто вот так вот уже сделаем. И вот покажем, что она закругляется с другой стороны. Это уже будет логичнее выглядеть. Вот так. Окей. Потом вот эта вот часть посередине должна идти. Вот эта вот... Не знаю, как это назвать. Вшивка. Забываю русский язык совсем уже. Она должна идти посередине. Вот здесь. Плюс, возможно, их слишком много. Я бы в идеале вообще вот эту убрал. Вот эту убрал. Оставил бы только посередине. Потому что, ну, очень много на ней элементов. То есть вот здесь вот какие-то есть узоры. Я бы вот их показал как раз чуть более обширными. Вот здесь тоже есть узоры. Я бы вот так показал. А вот эти... Вот это вот... Вот эти... Вот эту перевязь я бы убрал отсюда. Потом вот эта часть, она, на мой взгляд, была бы хороша и с другой стороны. Ну, вот эту вот... Я не знаю, что это. Вот эта ткань не спадающая. Я бы ее также нарисовал и вот здесь. Потому что, ну, как-то нелогично выглядит, почему она с той стороны. Ну, пускай она будет и с другой. То есть более симметричной. А вот эти вот кости я бы убрал. Потому что они ни к чему. То есть у нас, окей, у нас есть придурковатый. Задача на придурковатого какого-то воина-крестьянина. И вот эти как раз штуки... Нелогично. Они выглядят круто. Вот эти вот штуки с бахромой. А косточки, они как раз не круто, на мой взгляд, выглядят. Они как будто бы ничего не показывают. Вроде бы они должны как-то устрашать там, ну, противника, на которого вот этот крестьянин бежит. Но ведь они маленькие. Их практически незаметно. Они, наоборот, только отвлекают внимание. И они не нужны. На мой взгляд, они не нужны. Они здесь плохо работают. Вот эти тоже вещи, на мой взгляд, выглядят немного странными. Потому что они непонятно, зачем нужны. Ну, то есть, это понятно, что это какой-то шапка. Такой вот... Тканевый, по идее, это на шлем. Подшлемник такой. Ну, на котором просто нет шлема. Но вот эти вот вещи, непонятно, зачем они нужны. Они логически не несут никакой логики в себе. То есть, они не делают, они не устрашают противника. Потому что, ну, были бы вот там какие-нибудь там кошачьи черепа, не знаю, вот кости. Вот здесь вот как раз это было бы прикольно. Возможно. То есть, сделать ему такой костяной какой-нибудь венок вот здесь. Вот такой. Притом такой большой, массивный. Да, и вот они как-то там, эти кости между друг другом, вот так вот. Ну, и вот он такой вот здесь сверху прикольный. Такие вот рога костяные, как будто бы. И вот это могло бы быть, не знаю, возможно, забавно, возможно, нет. Ну, на мой взгляд, это не работает. Но это как вариант. Более, на мой взгляд, логичный, более интересный. В любом случае, вот те элементы оригинальные, они не работают совершенно. Мне кажется, от них можно отказаться. И здесь можно сделать там какие-нибудь усы. Прямо такие вот смешные. Ну, у меня это слишком какие-то гусарские. Какие-то вот какие-нибудь вот такие, как из деревни дураков. На мой взгляд, вот такие вещи здесь могут работать. А вот эти штуки нам уже здесь не нужны. Это какие-то лишние детали. Нужно, наоборот, подумать над тем... Ну, то есть, вот это, например, тоже непонятно. А с чего бы это вообще здесь? Это просто кусок металла, который прикручен на веревке. Я такие моменты лично не очень люблю. Но я не знаю, что это плохо. Я просто не понимаю, в чем предназначение. То есть, я пытаюсь представить, что вот я такой мужик, и я просто прикручиваю какие-то металлические штуки к своим перчаткам. Непонятно зачем. То есть, окей, если бы он ими как-то бил. Но тогда... Ну, как кистенем, условно, да? Кастетом, кастетом. Но они должны были быть вот здесь тогда. И они бы вот здесь вот как-то вот крепились, допустим, вот так. Это бы имело уже в себе какой-то... Под собой какой-то смысл. И вот здесь тоже. И, допустим, он там роняет свою вот эту вот дубину. Очень, кстати, богатую. И вот такие моменты, кстати, здесь не очень круто работают. С тем, что это, да... Изобразить разбойника-наемника. Потому что, ну, у него очень богатая дубина. И вот это уже очень богато выглядит. Немного не работает логически. Оружие должно быть, на мой взгляд, более приспособлено. Ну, то есть, окей, ну, вот эти штуки там, допустим, можно удалить. Но на самом деле, хорошо. Это выглядит, ну, просто интересное оружие. И кто-то может найти это как ошибку. Я бы сказал, что это не работает. Я бы там, если бы я... Это было бы на каком-то там моем проекте, да? Я бы это не лидировал. Я бы сказал, что, ну, нужно это переделать. Кому-то, наоборот, это может понравиться. Потому что, ну, это выглядит интересно. И вот здесь, да, у нас будет какие-нибудь там костет вот с такими вот шипами, допустим, да, вот здесь вот. И это уже может тогда работать. Ну, просто надо будет еще вот здесь вот. Это просто должна быть металлическая пластиная. Без вот такого, без такой богатой проработки. Потом костяшки вот здесь, кстати, уже смотрятся прикольно. Потому что понятно, что они держат вот эти вот, ну, части юбки, допустим. Или просто они пришиты к одной части. Но это не просто вот какая-то рандомная повязочка вот здесь вот. Такая бам-бам. И здесь вот еще кости. Это выглядит... Это слишком надуманно. Это сделано просто потому, что художник так хотел сделать. А не потому, что вот этот чел мог бы это сделать сам. А вот это уже выглядит гораздо более логичным. И вот он вот так вот привязал. Потому что они не случайны. Они просто не случайны. В них есть, короче, какая-то логика. И можно поверить, что чувак реально вот это сделать сам мог. Но потом опять у нас, если есть чел, который выбегает из леса в подталонах, я бы вот эти вот вообще штуки убрал. Я бы сделал ему ноги полностью голые. И на мой взгляд это будет смотреться более комично как раз. И довольно прикольно, что у него такие аристократичные ботинки. Вот, на мой взгляд, вот именно с голыми такими ногами он выглядит более нелепо. Потом, опять же, непонятно, насколько задача вот этой нелепости интересна. Ну, то есть, насколько ее нужно глубоко развивать. Можно там подумать над тем, что вот у него, возможно, вот эта вот штука. Ну, то есть, сделать ему такую узкую шею. Вот это вот непонятный, да, вот этот вот подшлемник. Его, наоборот, сделать каким-то более странным. Вот, сделайте вот такие он большим. Он как будто бы на чебурашку начинает становиться похожим. И это, ну, на мой взгляд, вот это прикольно выглядит. Но тут уже, опять же, кому как. Можно подумать над тем, как это сделать более интересным. Можно вот тут вот, ну, там какие-то уже сочленения подумать. То есть, вот здесь вот, например, ткань непонятно. Ну, то есть, вот этот ремешок, он просто, ну, как будто крепится. Вот, очень странно. Обычно здесь вот должно быть какое-то кольцо, которое крепится вот сюда. И, соответственно, вот этот ремешок, он уже крепится к кольцу. Потому что, так или иначе, персонаж двигается, и, ну, ремешок просто оторвется. Это не очень эффективный момент крепления. Такие детали, они просто, ну, интересны. Интересно над ними поработать. В остальном, в общем и целом, что бы я еще мог тут сделать? Ну, просто, да, хороший концепт, хороший концепт. И я вот думаю, что бы там можно было еще сделать? Я бы, возможно, сделал бы более широкими вот эти вот моменты. Вот эти вот штуки. Чтобы у него еще чуть более странно выглядели его руки. Чтобы они были еще более широкими. А потом переходили вот в узкие, да, такие вот ручонки. И это бы выглядело еще чуть более нелепо. Потому что, ну, опять же, как будто бы есть запрос на то, что вот это... Он щепоткой придурья. И вот такие моменты, на мой взгляд, они могут неплохо как раз работать. Может быть, ноги, кстати, сделать более такими узкими. Ну, и хотя, по идее, ну, мне не очень нравятся вот эти вот ботинки теперь. Потому что они выглядят так обособленно. Не потому, что я удалил. Ну, хотя вот если вернуть какие-то вот обмотки, мы здесь тканевые. То это уже может, наверное, начать работать. Ну, да, вот так уже они не выглядят какими-то однородными. И, на мой взгляд, вот теперь он выглядит чуть более понятным. Возможно, он потерял какие-то вот эти странные элементы. Но, опять же, я говорю, что они не работают. Нужно найти то, что работает. То, что логически обосновано. Вот это оно просто есть. И непонятно, оно сделано потому, что художник хотел это сделать. Опять же, да. Я из такой логики исхожу. А не потому, что человеку это могло реально как-то пригодиться. Или понадобиться. И вот что-то такое, на мой взгляд, оно уже выглядит более интересным. И, на самом деле, я просто уже, опять же, не знаю, что сказать. Потому что, ну, сам концепт, он очень хороший. И здесь вот уже идут какие-то нюансовые детали. Как я сказал, нужно подумать над тем, что... Насколько вообще это богатый персонаж. Нужны ли ему вот такие вот богатые элементы. Вот насчет вот таких моментов здесь нужно поработать. И, в общем и целом, если довести это до ума, то, на мой взгляд, он уже будет, ну, завершенным. Вполне неплохой, получается, концепт. Окей. После долгого отсутствия это было сложнее, чем я ожидал. Так что, извиняюсь, если это было немного затянуто. Постараюсь вырезать какие-то моменты, где я там рисовал, сделать это чуть более подбитым. Большое спасибо вам, как обычно, за ваше время. Большое спасибо вам за ваше внимание, за ваши комментарии, если вы их оставляете. Пожалуйста, оставляйте. Мне очень интересно читать, что вы думаете по поводу вот этих вот работ, ну, оверпейнтов. Согласны ли вы там? Возможно, у вас есть какие-то свои собственные идеи, какие-то свои предложения, пожелания. Также, пожалуйста, ставьте лайки. Ну, мне просто приятно видеть какую-то активность под моими роликами. Еще раз благодарю за то, что вы сегодня пришли и посмотрели это видео. Подписывайтесь, заходите в мой Discord сервер. У нас там много активностей. И увидимся с вами в следующий раз. Всем до скорых встреч и пока.